Кстати, у меня сегодня был достаточно скучный день, поэтому я просто снимала красивые видео, но на завтра у меня есть планы поехать в Нюрнберг и встретиться с моей подружкой, с которой я уже, кстати, не виделась около полутора года, и мне безумно интересно посмотреть, как она изменилась, поэтому наблюдайте. Мы с Настей наконец-то решили опробовать на ее телефоне, как это называется, киноэффект, и поэтому два предыдущих кадра были сняты с ними, и мне кажется, что мне пора искать деньги на новый телефон. Несмотря на то, что я не люблю все эти поля, всю эту природу, я бы предпочла жить где-то в центре города. Мне невероятно нравится вот именно вот это конкретное место. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы... День 2 уже начался, но, если честно, я такая сонная, я не хочу никуда уже ехать, Я просто хочу спать. Извини, стало 8.30, легла где-то в часа в 2 ночи. Я вообще не выспалась, я просто как какой-то вареный огурец. Я приехала, у меня поезды держали на 20 минут, и я, если честно, даже не знаю причины. Но я уставшая, и я все еще хочу спать. На самом деле, вот приезжая в такие достаточно большие города, наконец-то чувствуешь цивилизацию. То есть ты видишь тут пробки, тут видишь дофига людей, которые ходят, занимаются чем-то, и мне кажется, у них намного интереснее жизнь, чем в том городе, в котором я живу. Поэтому в какой-то степени мне Нюрнберг напоминает Николаев, я бы с радостью сюда переехала. Я надеюсь, что мы наконец-то нормально погуляем, потому что я устала сидеть в одиночестве. Я нашла место, где я могу зарядить телефон и посидеть с интернетом, поэтому я просто наслаждаюсь. Ура, я наконец-то дождалась хоть кого-то, а именно Леру. Не буду ее особо показывать, она не хочет, такая стеснительная девочка. И я счастлива, что хоть кто-то со мной встретился, иду с Лерой гулять. Едем на вокзал. И я жалуюсь на этот Макдональдс. Потому что мне дали какой-то, сука, бургер, не свежий, кстати, просто как кирпич. Я такая иду, мамочка, жаловаться, подхожу к типу и говорю, я хочу пожаловаться. Она говорит, окей, и просто менять мне на хороший, только что сделаем, и говорю, супер. Я довольна. Я жалуюсь на этот Макдональдс. О, блядь! БМВ лучше. О, о! Мусорник см**л? Давай. Мусорник мы так и не украли, но я уже еду домой, я не знаю почему, но после каждой поездки у меня начинает очень сильно вылезть голова, возможно я так переношу поездки куда-то далеко, потому что они мне даются в какой-то степени тяжеловато, но несмотря на это у меня все равно есть планы завтра поехать во Франкфурт и поснимать еще там что-то. Поеду ее уже с Настей, наставила, с Настей уже 32 года вместе, кто понял тот понял и все. Я сейчас просто в шоке, потому что я впервые в жизни услышала в немецком поезде русскую озвучку, то есть только что полностью озвучили, что этот поезд будет делиться на две части в Бамберге, потому что если вам надо поменять поезд, то спешите, впервые в жизни я это слышу. Я уже наконец-то приехала домой, я устала, уже ложится спать потихоньку. Так что всем спокойной ночи и до завтра. Опять мои разговоры начинаются в машине, я уже еду на вокзал, потому что сегодня мы едем во Франкфурт. Я не знаю почему, возможно на каком-то подсознательном уровне, хотя я не переживаю, но люди с тревожным расстройством меня поймут. У меня вот этот вот странный неприятный мандраж перед поездкой куда-то, я еду в машине, мне как-то не очень хорошо, у меня выключает, у меня какая-то слабость, я не знаю что с этим делать и как с этим бороться. Поэтому я на спокойном сейчас. Сегодня у меня такая какая-то странная немножечко прическа. Я еще никогда в жизни такое делала, челка у меня откуда-то взялась. Но вроде бы выглядит достаточно неплохо. Надеюсь, вам не сильно будет помешать шум, но лично мои планы на Франкфурт, так как это мой любимый город, спустя год наконец-то попасть на эту вышку гребаную и посмотреть на вид на Франкфурт. Наконец-то. Я очень надеюсь, что мы сегодня это сделаем. Подожди, сейчас за мной. Подожди, сейчас за мной. Мы с Настей решили взять поезд, который раньше приедет во Франкфурт и в итоге я буду принять. И сейчас мы едем какими-то непонятными путями во Франкфурт. Спасибо. Дойче Бан. Вот знаете, мы приехали во Франкфурт и вот сразу чувствуется Франкфурт. Подошли уже, цыгане попросили 50 центов, бомжи лежат там где-то. Вот там вот. Ну, короче, Франкфурт Холк Бан Холк. Маша, я тебе влог снимаю. А? Спасибо. Наш влог нашла. Итак, посмотрите, сколько здесь мусора, да? Вот такой вот Франкфурт у нас. Сейчас будем с вами искать девочек, которые напали в 5 евро. Обратная сторона Франкфурта. Что ты скажешь? Для Павел. Ребята, мы с Настей наконец-то на этой вышке. Но так как мне 14 лет, мне сказали, что я не подхожу идти на эту вышку, что мне нельзя без какого-то совершеннолетнего. Поэтому мы с Настей подошли к женщине с ребенком. Охренеть. И попросили ее нам помочь. И она любезно согласилась. Просто посмотрите, какие маленькие дома тут кажутся. Тут можно увидеть машины, как люди ходят. Это так высоко. Это так классно. На самом деле, камера не передает то, насколько это красиво выглядит со стороны. Я бы очень хотела сюда попасть второй раз, когда здесь будет темно или какой-то уже закат. Просто ты видишь горизонт, стройка, люди. Вау, это очень круто. У меня не хватает слов, чтобы передать всю красоту этого города. Честно, камера не передает, мне кажется, даже 30% этого всего. У меня, честно, просто отпал дар речи. Несмотря на то, что я тут не в первый раз уже, но все равно каждый раз как в первый. Эти виды, их просто не передает камера. Боже, ну что вы на голове бросили? Я максимально в расстроенных чувствах, потому что Настя меня... Взяла с тобой в Бершку, у меня ноги отваливаются, есть хочу. Настя говорит, что ты не хотела. Уже хочу. Ты точно туда хочешь? Ребят, это очередь. Такие шортики. Смотрела себе. Мы с Настей пришли отдохнуть в Бершку, потому что мы стали ходить. Просто с ней примерочные с ней. Она слышит все, что мне происходит в наушниках, все, что мне пишут. И мы так с ней общаемся. Да-да, я в охуях. Мне только что подарили цветы. И дальше говорите, что вы не можете подарить цветы своей любимой девочке. Единственное, я очень переживаю, чтобы эти цветы все и не завяли, пока я приеду домой. Потому что ехать нам плюс-минус 3 часа. Пока я сюда еду домой, пока мы дойдем до вокзала, они будут 3 часа без воды. Как считаете? Теперь дама точно довольна. Я еще и наелась вкусной едой. Поэтому можно спокойной душой, с цветами ехать домой. Наконец-то в поезде что? Меня поташливает. Это информация для Настей впервые. Но зато мы цветочками. Каждый влог, по-чего слову, это цветочки. Пока мы с Настей стояли в туалете, ко мне подошли 2 девочки. И сказали, что у меня очень красивый букет. И предлагаю сфоткаться с ним. И они такие счастливые. Такие спасибо, спасибо. Фоткаются с ними. Спрашивают, кто подарил парень. Я говорю, нет, мальчик с другой страны, с которым мы общаемся редко. Он просто захотел сделать меня счастливой. А теперь, а у тебя брат есть? Я говорю, нет. С днем ливня. Ладно я, но Настя. Вот и закончился мой трехдневный влог. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.